Сегодня все обсуждают, и вчера, и сегодня, тревожные новости о состоянии здоровья батька Лукашенко нашего. Значит, хочу напомнить, что он родился, по моим данным, не 30 августа понедельника 1954 году, а 29 августа, воскресенье, в 1954 году, в год солнца, в следующем году должно было быть 70 лет Александру Лукашенко. Значит, и вот у него начались проблемы со здоровьем, о чем уже заявили в Государственной Думе. Затулин, депутат известный, в СНГ работает и информированный человек, прямо скажем. Вот, я хочу сказать о чем. Если мы берем дату, как я вот чувствую, что он, конечно, не в понедельник родился, не может такой человек, как Александр Лукашенко, рожденный в понедельник, так защищать свою власть, отбиваться от оппозиции, с оружием бегать, когда в 20-м году, вы помните, была попытка его свержения, бунт, рожденный в понедельник так не поступает. Они отступают, убегают и сдают свою власть. Поэтому не 30 августа, а 29-го. Если мы берем эту дату, то, значит, сейчас Лукашенко находится в годе понедельника, у него выпал день рождения в прошлом году, в понедельник, а это медицина. Это проблемы со здоровьем, с душевным, физическим здоровьем, состоянием моральным, эмоциональным, изношенность, изношенность сосудов, нервной системы, психосоматика, сон, сам покой, сон. Все это от стрессов, вот этих всех, которые с 20-го года тянутся. Каждый год испытания и, конечно, колоссальная нагрузка. Потому что человек держит все в своих руках. Там правильно, неправильно, это другой вопрос. Сейчас мы говорим о здоровье. А в этом году 29-е число выпадает на вторник, 29 августа. Значит, и следующий тяжелый год у него начинается. А это, значит, день Марса, вторник, а вторник, Иоанн Креститель, или мы берем оккультизм, значит, мифологию Марс, Арис, Бог войны, это хирургия. То есть это необходимость проведения хирургической операции, значит, шунтирования или замена клапанов в сердце. Очень серьезные вопросы. Если Александр Григорьевич Лукашенко этого не сделает, то дела ему плохи, это мой прогноз. Если даже брать официальную дату рождения, 30 августа, как все отмечают, то у него сейчас вторник, а будет среда в августе. То есть у него сейчас потребность, если по официальной дате смотреть, в операции, срочной причем, к госпитализации и операции. Тоже клапаны сердца, сосуды, значит, все это надо смотреть и консилиум врачей созывать и срочно работать. К чему я это все еще записываю? Вчера, в воскресенье 14 мая 2023 года, в воскресенье, в день особой, Малая Пасха, отмечался в Беларуси день государственных символов, герба, флага и гимна. И на этих мероприятиях Александр Георгиевич Лукашенко не присутствовал по болезни. Поэтому и пошла вот эта волна нагнетания этих всех разговоров. Почему я и посмотрел его дату снова. Значит, то, что в Беларуси выпали эти государственные символы, праздник, у нас такого нет. Только в Беларуси такой праздник. Когда в один день объединились вот эти все символы и праздник у них, придумали они себе. То, что на воскресенье этот день выпал, день государственных символов Республики Беларусь, это хорошо. Значит, это пик момента, пик власти Александра Григорьевича, пик стабильности. Хотя тучи враждебные веют над нами, значит, по границам. Тучи ходят хмуро. Значит, как в той песне про самураев на границах. Вот эти самураи, это страны НАТО, Литва, Польша и прочая компания. Значит, пока вот стоит Беларусь, значит. Это пик ее развития на данный момент времени. Силового развития, экономического и другого. Поскольку очень много поездок было у Александра Григорьевича и в Африку летал, и туда летал, и там, и сям, где он только не был с начала года, вот это, видимо, и подорвало его состояние здоровья. Лишний вес, сахарный диабет наверняка, судя по всему. Я предполагаю это по дате, если мы берем, значит, и все прочее и прочее. Поэтому мы желаем, безусловно, Александру Григорьевичу выздоровления. Мы – это россияне, русские люди, Россия в моем лице. Я лично желаю скорейшего выздоровления и многих и долгих лет жизни. Даже и до юбилея, несмотря ни на что. И внести Беларусь дальше, в союзе с Россией. Белорусов поздравляю с прошедшим вчера праздником, Днем государственных символов, герба, флага и гимна. Поздравляю вас. Следующий год тяжелый. Вторник выпадает этот праздник. Он стабильный, непереходящий. 14 мая. А вторник – это война. Так что это последний год мира в Беларуси и внутри, и снаружи. В следующем году на вторник выпадет. То есть вокруг Беларуси начнутся очень плохие события. Внутри страны, вокруг страны, в союзе с нами. То есть будут проблемы. Вот такой прогноз. Спасибо, что выслушали. Помолимся за Александра Григорьевича. Пожелаем ему здоровья и Республике, и Беларусь защиты, стабильности и процветания. Комментируйте, если хотите. Ставьте лайки. Идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok